Известно, что режим в Иране жестоко расправляется со всеми, кто противостоит его террору. Иранский режим отнял у меня моё образование, мою жизнь, всё, и три недели пытал меня в секретной тюрьме. Иранский режим лишил меня зрения. А вы знали, что иранская разведка также активна в Германии? На госканалах режим снова и снова хвастается, когда им удаётся арестовать активистов, работавших за границей. И они угрожают другим активистам, что с ними произойдёт то же самое. Хотя эти мужчины многие годы не были в Иране, теперь они находятся в руках иранских спецслужб. Министерство информации заявляет, что в его поле зрения есть и другие подобные лица. Я Даниэла Сепихри. Я борюсь за права людей в Иране. Мы знаем, что режим Исламской республики действует по всему миру и уже много лет и даже десятилетия размещает своих агентов в Германии. Целью являются прежде всего журналисты и активисты. Многие из них подвергались репрессиям в Иране со стороны режима. Избегают в Германию в надежде найти здесь защиту. Но оказываются под угрозой и давлением со стороны иранских агентов и здесь. Иран охотно устраняет своих противников, особенно в Германии. Я Кайван Самади. Мне 25 лет и я правозащитник. В Иране я работал медбратом. Вместе с друзьями мы организовали медицинскую инициативу. На протестах «Женщина. Жизнь. Свобода» после смерти Максы Амини мы помогали раненым и тяжело пострадавшим. Вот состояние моей головы. Силы безопасности сделали это со мной во вторник на улице Шахнас. Силы безопасности напали на меня. Режим в моей родной стране отомстил молодым людям за их протесты и массово арестовал их. Меня арестовали 20 октября. Я провел три недели в одиночной камере. Меня пытали различными способами. Подвешивали за руки, поджигали волосы на теле. Электрошоки, плети, побои. Меня били дубинкой и изнасиловали ею. После того, как Каеван вышел под залог, он сбежал в Германию и оказался в Гамбурге. Длинная рука иранского режима дотянулась даже до Германии. Следы террора в Европе ведут в Гамбург. Отсюда Исламская республика управляет террористами. Мы регулярно организуем демонстрации, например, во время президентских выборов в Иране. В консульстве в Гамбурге можно было отдать свой голос. В июле Федеральное министерство внутренних дел закрыло Исламский центр Гамбурга. Голубую мечеть, в том числе, за поддержку терроризма. Но этим дело не закончилось. По данным Федерального ведомства по охране Конституции, в Германии есть как минимум 160 человек, связанных с корпусом стражи Исламской революции. Часто режим специально нанимает неиранцев в качестве агентов. Платят им, чтобы они угрожали оппозиционерам или совершали атаки, чтобы скрыть связь с режимом. Один восточно-европеец был арестован. Он признался, что следил за мной и одной активисткой в Мюнхене. С тех пор, как я узнал об этом, я принимаю дополнительные меры предосторожности. Я постоянно меняю свою внешность, стиль одежды и прическу. Иногда я бреюсь, иногда ношу усы. Когда я посещаю митинг или участвую в панельной дискуссии, я никогда не иду напрямую домой после. Я знаю, что за мной следят. То, что режим из Ирана здесь, в Германии, угрожает активистам и оппозиционерам, имеет долгую традицию. В 90-х, например, в Боне, был убит Ферейдун Фарахзад в своей квартире. Или же курдские оппозиционеры в Берлине. Мы также видели во время протестов «Женщина. Жизнь. Свобода», что активистам угрожают, их атакуют, избивают, взламывают их дома. Например, Масих Алиният в США. На нее было совершено несколько покушений. Несколько раз ее пытались похитить. В Англии на известного журналиста Пурию Зираяти напали с ножом у его квартиры, и он получил тяжелые ранения, был госпитализирован. С началом протестов «Женщина. Жизнь. Свобода» таких атак стало больше в Германии. Это подтверждают и федеральное ведомство уголовной полиции, и несколько земельных. Я сама регулярно получаю через социальные сети сообщения, что они знают, кто я и где находится моя семья. Скриншоты из инстаграм-каналов моих родственников. Я регулярно встречаюсь с полицейскими и обсуждаю текущий уровень угрозы. На одной из этих встреч мне сказали, что мне нужно быть готовой к тому, что любой человек потенциально может представлять для меня опасность. Режим в Иране не носит бэджик с надписью «Привет, я агент режима». Поэтому потенциально любой человек на улице может быть угрозой для меня. Если вы занимались медийной деятельностью, однажды ваш черед придет. Вы все будете в числе целей. На самом деле вы уже находитесь под прицелом, просто вы еще этого не знаете. Я Касара в Тихаре. Я была актрисой театра и студенткой в университете Аль-Захра в Тегеране. Корпус стражей исламской революции выстрелил мне в глаз в Иране. Не все, кто вышел на улицы во время протестов 2022-го, были ранее сильно политизированы. Многие подумали после убийства Джины Махсы Амини. Это могло произойти со мной, это могла быть моя сестра. И вышли на улицы. Смерть тем, кто убил мою сестру. Женщина, жизнь, свобода. В тот день я пошла на протесты, как и каждый день. Силовики полностью заблокировали тротуар. Убита из-за платка. Как долго будет продолжаться это унижение? Смерть диктатору. Когда я пыталась пройти, один из сотрудников безопасности подошел ко мне и сказал, почему ты не надела свой хиджаб? Он стал ругать меня и толкать. Я упала. Потом я увидела, что они тянут двух женщин за их платки, так что они начали задыхаться. Я была еще наполовину на земле и стала кричать, отпустите их. Как только я это сказала, один из агентов прицелился в меня, улыбнулся и выстрелил мне в глаз. Стрелять в глаза протестующим в Иране стало обычным делом. Это была команда режима целенаправленно стрелять в глаза молодым людям. По оценкам, только во время протестов «Женщина. Жизнь. Свобода» более полутора тысяч человек были ранены в глаза. После того, как Исламская республика отняла у меня зрение, я стала намного злее и решительнее. Пока я еще была в Иране, я не пропускала ни одной акции протеста. Я всегда была на переднем плане, и многие другие, у кого тоже был выбит глаз, были со мной. Мы не замолчали, а продолжили нашу борьбу против иранского режима. Но Кассар запретили учиться и работать. Угрозы в ее адрес становились все более серьезными, и ей пришлось бежать в Германию. Помимо любви и поддержки, которые я получаю через соцсети, я также получаю много угроз. Мне пишут, мы знаем, где ты находишься в Германии. Мы приедем в Берлин и заберем тебя. Мы тебя изнасилуем, сделаем с тобой все, что угодно. Мы знаем, что твоя семья в Иране. Мы нападем на них и убьем. Особенно коварный метод режима для увеличения давления на активисток. Это угрожать их близким в Иране. Кассар и Кайван также сильно переживают за свои семьи. Недавно на дом моего дяди в Иране напали с использованием минометов и противотанковых гранат. Там жили дети, трех и десяти лет. Один из работников дома был убит. Пять человек получили ранения. Один был арестован. Это сильно меня волнует и давит на меня, потому что я не могу их защитить. Иногда я говорю себе, что было бы лучше быть осторожнее. Но в конечном итоге режим все равно продолжит свои действия. Независимо от того, буду ли я молчать или нет. Я не сдаюсь. Чем больше иранский режим воздействует на мою семью, тем больше я буду бороться против этого режима. Если я замолчу, я предам людей в Иране. Поэтому я должна говорить. Мой активизм – это мой долг. Это минимум, что я могу сделать для свержения Исламской Республики. Косар и Кайван боролись за свободу в Иране. В глазах режима – это преступление. Танцевать в Иране – преступление. Заниматься охраной окружающей среды – преступление. И петь в Иране – тоже преступление. Тебе нравятся криминальные истории? У меня есть одна для тебя. Хочу представить вам певицу. Ее зовут Зара, и она поет в основном на улице. Она в основном исполняет каверы на песни известных певцов из Ирана и со всего мира. Когда Зара поет, люди вокруг останавливаются и слушают ее. Все эти выступления считаются незаконными действиями, потому что Зара – женщина. И петь на публике в Иране женщинам запрещено. Я – фаравас, и я тоже преступница. Пока я гастролировала по Германии в 2018 году, меня приговорили к одному году тюрьмы за пение на публике. Я больше не вернулась в Иран, но сделала своей миссией борьбу за право петь для всех женщин, которые не могут петь на сцене, на улице или по телевизору. Я только что закончила работу над своим альбомом. Его название – «Женщина. Жизнь. Свобода», сокращенно VLF. Это обо мне и о том, что со мной случилось с момента моего рождения до настоящего времени, пока я живу в изгнании. Каждый раз, когда я пою на сцене, я испытываю сильные эмоции, потому что думаю, что в стране есть много женщин, таких как я. Они не могут испытывать этот прекрасный момент обмена своей песней, своей музыкой и своими чувствами с аудиторией. Мы много слышим в СМИ о певцах и рэперах из Ирана, которые попадают в неприятности с полицией, и многие из них оказываются в тюрьме. Например, Шервин получил три года тюрьмы. Но мы упускаем из виду то, что происходит с иранскими певицами. Если ты мужчина и поешь о политике, ты можешь попасть в беду. Но если ты женщина, ты сама представляешь опасность, даже если твой голос говорит о цветах или бабочках. Это считается преступлением. Женщины поют только о любви, потому что нет денег, нет поддержки. Есть только страх, опасность. Если ты певица, ты рискуешь своей жизнью каждый день. И если тебя арестуют из-за пения, ты окажешься в одной комнате с убийцами, и с тобой будут обращаться так же, как с ними. Каждый раз, когда женщина поет, каждый раз, когда женщина отстаивает свои права, она уменьшает власть тех, кто не хочет видеть нас сильными. Давайте поговорим о Сайде. Она смелая, бесстрашная, уверенная в себе, вдохновляющая. И она поет на лоре. Это ее родной язык. И ни одна другая женская рэп-исполнительница этого еще не делала. Я желаю свободы слова для всех нас здесь, в Иране. Любви между всеми людьми – это моя истинная мечта. Я Сайда, первая лурская женщина-рэпер. Своё настоящее имя я не хочу раскрывать. Я из региона на юго-западе Ирана, знаменитого своей великолепной природой. Но, несмотря на богатство ресурсов, он является одним из самых неблагополучных районов страны. Я принадлежу к народности луров. Моя лурская идентичность и культура являются важной частью моей жизни. Я осознанно и интенсивно их поддерживаю. Я не хочу читать рэп на фарси, я не хочу читать рэп на английском. Я хочу читать рэп на своем родном языке, потому что я хочу, чтобы его услышали все. Я скрываю своё лицо, потому что здесь, где я живу, каждый знает каждого. Наш город очень маленький. Я не хочу, чтобы меня узнали. Это галвани – очень старый лурский шарф, который носили наши матери и бабушки. Мы используем его даже как головной убор, потому что он просто такой красивый. Это также способ показать нашу культурную идентичность и традиции. Мы хотим всем показать «Привет, мы луры». Мы сейчас работаем над альбомом, в котором затрагиваем политические, социальные и культурные вопросы, а также наши личные переживания. Я хочу показать людям, что лурская девушка имеет все предпосылки, талант и голос, чтобы добиться всего. Вызовов и рисков для женщин в рэпе гораздо больше, чем для мужчин. Многие талантливые девушки в нашем регионе боятся правительства или ограничений и не могут нормально заниматься музыкой. Мужчины могут себе позволить больше, чем женщины. Они могут громче заявлять о себе и быть смелее. Это должно измениться. Независимо от того, лур, курт, персты или американец. Мы должны вдохновлять всех девушек и парней, чтобы те могли раскрывать свои таланты. Это важно донести женские голоса на улице и отвоевать наше место на улице. Зара делала это каждый день. Это выступление в метро Тегерана набрало 7 миллионов просмотров. В конце июля Зару арестовали. Они обыскали ее комнату и забрали ее личные произведения искусства, краски, мобильный телефон, планшет и ноутбук. И сейчас она в тюрьме за то, что она певица. Я знаю, что я сделала на земле. Я пришла сюда, чтобы в тюрьме в тюрьме. Никто не может остановить меня. Слушайте и поддерживайте иранских женщин так, как только можете. Потому что, когда мы станем достаточно сильными, иранский режим больше не сможет существовать. Я вам обещаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...